Мы в конце 2015 года посмотрели на ОТТ-сервис и соревновали некоторое свое видение того, что это за зверь, как его едят, как его можно регулировать. Поэтому я вам не буду рассказывать про что-то, я вам буду рассказывать про ОТТ-сервис. Простите, если что не так. Во-первых, мы попытались это явление, которое называется ОТТ-сервис, как-то в целом описать, в целом охватить. И вот выделили три признака квалифицирующих. Которые заключаются в том, что, во-первых, используются сети традиционных операторов для обеспечения доступа к таким сервисам, ОТТ-операторы, как правило, не строят собственную, скажем так, связную инфраструктуру. Понятно, что они там могут размещать и гены и прочие штуки, но это, наверное, нельзя назвать в полном понимании сети связи. И, соответственно, оппоненту необходимо приобрести доступ в интернет, чтобы пользоваться какими-то ТТ-сервисами. Доступ приобретается в традиционном операторе. Ну и поэтому, резюмируя, можно сделать вывод, что ТТ-сервис – это деятельность ОТТ-провайдеров по обеспечению обменной информацией и доступа к контенту поверх сети интернет. Ну, собственно, это то, что называется ОТТ-сервисом. С точки зрения как раз абонента или с точки зрения услуги, скажем так, можно вот эти сервисы охарактеризовать как заменители традиционных услуг связи или иных услуг, которые так или иначе используют переспространять информацию. Большие группы получаются. Первое – это, конечно, заменители традиционных услуг операторов. Первое – это месседжинг и голос. Вторая большая группа – это распространение контента. То есть можно сказать, что, наверное, это близко к каким-то квази-СМИ, наверное. И третье – это различные офисные приложения, хранение данных, социальные сети и так далее. Из этого следует на самом деле один большой вывод, что регулирование ОТТ-сервисов, будь оно появится, да, а, наверное, можно говорить о том, что оно уже по большому счету есть, потому что они все занимаются деятельностью, как я показал уже, в той или иной существующей сфере. Значит, регулирование должно быть, соответственно, дифференцировано в зависимости от содержания такой деятельности. Вот, собственно говоря, как ОТТ-сервисы вверяют на рынок. Тут много цифр, но, как бы, основной вывод такой, что ОТТ-сервисы сейчас, можно сказать, начинают собирать сливки, окружая при этом операторов сети, сети операторов связи. И ОТТ-провайдеры, наверное, можно сказать, выигрывают конкуренцию у традиционных операторских сервисов, предоставляя более современные качественные сервисы. Ну, вы же видите, что вот эти все мессенджеры, они, конечно, там, надо на несколько шагов перейти по своими традиционными сервисами. И оператору, который занимается развитием сети, тяжело с ним в этом смысле тягаться. Ну, честно сказать, мы не видим в этом большой беды. Там, забегая немножко вперед, могу сказать, что мы считаем, что это хорошо. Это драйвер роста рынка, потому что это рождает спрос на доступ к интернету, которым, собственно говоря, занимаются операторы. И мы полагаем, что вот эта ситуация, этот процесс, он приведет к тому, что рынок сам выработает механизмы, связывающие рост трафика с выручкой оператора связи. Ну, и, в принципе, мы видим уже, что это происходит. Мы видим, что ОТТ-оговариваются с операторами в установке CDN-ов своих. Появляются особенные тарифы, например, с World of Tanks и так далее. То есть это начинает работать, и мы рады, что мы там угадали этот тренд на самом деле. Вот дальше, как бы, развивая эту мысль, мы видим, что операторы, конечно, хотят рост и выручки, хотят компенсировать затраты на развитие эксплуатации сети и сохранить уровень потребления традиционных услуг связи. Вот. Мы видим, что операторы не догоняют ОТТ-провайдеров в вопросе инноваций, инновационных сервисов, поэтому мы полагаем, что как раз партнер с ОТТ-провайдерами позволит им так сильно отставать и обеспечить соблюдение их интересов. Значит, вот небольшой слайд, который показывает, что уже сейчас 96% операторов видит преимущество совместной деятельности с ОТТ-провайдеров, более половины операторов уже выстраивают такие отношения или уже выставили, 45% как-то пытаются монетизировать, как я уже сказал, ОТТ-сервис, с учетом включения в тарифные планы и так далее. Значит, одновременно вот очень интересный тренд, резко сократилось количество операторов, которые пытаются создавать свои ОТТ-сервисы. Ну, мне кажется, это тоже логично, они понимают, что это не их, к большому счету, как бы бизнес, не их история. И вот 80% операторов указали, что в 2015 году наиболее актуальна будет проблема снижения выручки. Я думаю, что этот тренд или эта проблема, она будет актуальна в 2016 году. Вот интересный, на мой взгляд, слайд. Может быть, для кого-то он, для кого-то это банальность, но когда мы в 2015 году смотрели, были очень интересные факты. Сейчас мы увидели, что ОТТ-провайдеры, на самом деле, уже конкурируют, конечно, между собой достаточно много, у них рынок сформировался, и, собственно, что они хотят? Выбирать конкуренцию, и выиграть они хотят за счет повышения качества услуг. Вот интересные цифры. Амазон провел расчеты, и они видят, что у них задержка трафика на 100 миллисекунд снижает выручку на 1%. Ну, то есть, конкретная связь качества с деньгами. Поэтому, собственно говоря, вот именно эта история, она начинает толкать ОТТ-провайдеров к классическим операторам, и мы полагаем, что эта тенденция продолжится. То есть, конкуренция между ОТТ-провайдерами заставляет их сотрудничать с операторами, а проплачивать операторам гарантированное качество, гарантированную полосу и так далее. То есть, вот это тот тренд, который будет продолжаться в 2016 году. Я убежден, что мы увидим нарастающую волну сотрудничества ОТТ-провайдеров и традиционных операторов. Ну вот, как бы, несколько примеров такого сотрудничества с цифрами, с данными и так далее. Поэтому мы видим, что, да, будущее вот с такими схемами, и наша задача как регулятор на самом деле в этом вопросе не мешать максимально, ну, может быть, где-то там что-то подкорректировать. И немножко мирового опыта. Значит, он довольно разнородный, и я сейчас объясню почему. В США вопросы сетевой нейтральности, сетевой нейтральности, как раз регулирование отношений между провайдерами и ОТТ-игроками, происходят в ключе абсолютно сетевой нейтральности. И нам кажется, что это объясняется тем, что большинство вот этих ОТТ-провайдеров, они находятся в США, платят там налоги и прочее. То есть, ну, на самом деле, они таким образом просто поддерживают свою экономику, создают благоприятные условия для тех сервисов, которые базируются у них. В Китае, конечно, все совсем по-другому. У них там свой интернет, свой золотой щит, по-моему, это называется. Я недавно был в Китае, там классические ОТТ, которые у нас всех в основных телефонах не работают. Ну, правда, можно, конечно, включить VPN, и тогда все работает, но это там другая история. Вот, в общем, в Китае какой-то там слой практически самостоятельный интернет, и они развивают свои ОТТ-сервисы. И хочу сказать, что там они очень серьезно развитые. ОТТ-сервисы предлагают там даже платежи между личными кабинетами, то есть, навешивают дополнительные услуги, они реально там молодцы. Значит, Европа сначала двигалась в фарватере, скажем так, США. Но сейчас они, понимая, к чему это приводит, это приводит к тому, что американские компании начинают выигрывать конкуренцию европейских, которых, в принципе, не так много, и особо актуально сейчас приобретая задачи информационной безопасности, они начинают менять свой подход к регулированию ОТТ-операторов. Вопросы в ссором уходят, на первый план вопрос сетевой нейтральности, они отходят от полной сетевой нейтральности, они склоняются к тому, чтобы разрешить операторам управлять трафиком и так далее. Значит, как в России. Значит, у нас управление трафиком не запрещено и, в принципе, как бы разрешено. Единственное, что регулирование считается, скажем так, экспост. То есть, по факту, это регулирование почему-то считается в рамках антимонопольного законодательства, я там об этом чуть попозже скажу. У нас мало своих игроков, к сожалению. И перед нами особо остро стоит задача, конечно, обеспечения информационной безопасности. Поэтому нам полный сетевой нейтралитет не подходит. То есть, ни в коем случае, наверное, мы где-то будем идти по пути сходному с Европой, когда они стали отказываться от полного сетевого нейтралитетства. Значит, вот текущие проблемы. Значит, отсутствие вклада в экономику страны, граждан, которые окажутся в услуги. Я призываю этот пункт понять правильно, не в том ключе, что надо все запретить, а в том ключе, что мы бы хотели, чтобы у нас собственные игроки появлялись, и они могли бы там свободно развиваться, чтобы на них налагались какие-то неподъемные требования. При том, что понять, что если мы налагаем серьезные требования здесь, то компании, которые зарегистрировали в Сумбурге, в ФОС не выполняют, и за счет этого выявляют конкуренцию. Поэтому вот первый пункт надо понимать таким образом, что мы как раз против жестокого регулирования, мы столько за самое необходимое. Значит, наверное, ТТ-провайдеры не в полной мере обеспечивают какие-то темы, которые необходимы для защиты интересов граждан. Профессиональные данные, спамы. Ну, спам в последнее время вопрос, наконец, решен, можно его легко заблокировать в любом мессенджере. То есть тут, наверное, не видно проблем. И третий вопрос, конечно, это то, что ТТ-провайдеры плохо взаимодействуют в части САРМА. Ну, и опять же, персональный данный. И непонятно, куда потребителям жаловаться в случае, если их права нарушены. Они зачастую жалуются там к нам или к традиционному оператору. Что делать по-среднему, совершенно непонятно. Эти проблемы, да, должны как-то решаться в правовом поле. Вот об этом чуть-чуть дальше. Значит, этот слайд развивает тезис про то, что ТТ-сервисы абсолютно разные. И то, какой деятельностью они занимаются, собственно, определяет подход к их регулированию. По большому счету, ТТ-провайдеры уже существуют в правом поле. Называются организаторы специальной информации и всякие интернет. Существуют в так называемом треуглавном законе информации, фруктизации, защите информации. И по большому счету, все ключевые аспекты там отрегулированы. И мы не видим необходимости что-то пока добавлять дополнительно. Основной вывод этого слайда такой, что в связной части регулирования пока достаточно. Там даже есть требования по САРМу и все прочее. Надо посмотреть, как это работает, и только потом думать о том, чтобы что-то поправить. Вместе с тем, как бы, регулирование действия ТТ, оно должно исходить из двух подходов. В первом, как я сказал, уже отраслевое, это дифференциация тарифов в зависимости от качества, в зависимости от доступа к ОТТ-сервисам. Сорум, ПЕС-данные и так далее. И есть большой плац, который лежит в том, что операторы для ОТТ-провайдеров это доступ на рынок. И поэтому все действия, которые они совершают по предстоящему преимуществу тому или иному ОТТ-провайдеру, либо наоборот, там, его блокировки, они на самом деле лежат в сфере антимонопольного регулирования. И антимонопольное регулирование у нас уже сейчас позволяет с такими действиями в случае недобросовестности, их недобросовестности, бороться. Более того, Федеральная антимонопольная служба с нашим участием, мы весь год обсуждали документ, который посетил нейтральности, размещен на сайте ФАС. У нас, как нам кажется, там все программы, ключевые позиции отражены. И если будут возникать какие-то недопонимания или вопросы взаимоотношения ОТТ-провайдеров и классических операторов, они могут и должны решаться, исходя из принципов нейтральности, исходя из принципов сетевого интеритета, которые мы зафиксировали. Ну, собственно говоря, вот такая небольшая развилка все-таки, что же такое ТТ-провайдер, это деятельность в сфере связи или деятельность в сфере информации. Мы считаем, что сейчас законодатель ответил на этот вопрос однозначно в деятельности в сфере информации, и мы по большому счету с этим подходом должны согласиться. Ну, и вот то, как организовано регулирование, чего хватает, чего не хватает. Наличие своих занятий с операторами связи. Это большой вопрос, нужно ли вообще это делать, но если это будет необходимо, мы это сделаем путем внесения изменения законодательства связи. Защита прав потребителей, да, прав поездки действительно там пока недостаточно защищена, но вместе с тем мы не видим большого потока жалоб, поэтому тоже резкой или яркой необходимости регулировать что-то нет. Вот единственный вопрос, на котором стоит задуматься, это все-таки идентификация пользователей, потому что это ключевой вопрос для САРМА и для какой-то деятельности, для безопасности государства. Возможно, он в этом году там найдет какое-то свое разрешение.